Баския тату Всем привет! Меня зовут Елена Баски и сегодня мы собрались с нашим узким кружком, чтобы обсудить татуировки знаменитостей. Сегодня со мной Николай Дорожный, кладезь знаний о татуировке. Слушайте его внимательно. Он забивался у лучших тату-мастеров всего мира. Да, Колян? Пришлось. А еще с нами должен был быть Сашка Шаляпин. Но что-то пошло не так, и поэтому у нас Сашка другой, но не менее интересный. С ним мы попробуем разобрать татуировки знаменитых спортсменов. Не факт, что получится. Но попробуем. Попробуем. Друзья мои, скажите мне, люди очень часто хотят копировать татуировки знаменитостей, и мы постоянно, татуировщики, всегда говорим, что татуировки знаменитости в большинстве случаев забиты какой-то хренью. И мы никогда не объясняем, почему это хрень. Большинство просто говорят, это фигня, я не буду это делать. И человек такой уходит, он не понимает, для него знаменитость – это какая-то божественная персона, которая не может совершать ошибок, они делают только хорошие татуировки, и, естественно, типа, как лидеры мнения, надо их слушаться, поклоняться и делать так же. Мы сегодня попробуем с вами понять, почему на самом деле эти татуировки не очень выглядят, на конкретных примерах. Скажи мне, Колян, сколько раз в жизни ты делал звездочки, как у Рианы? Я не буду считать их. Хочу, кстати, заметить, что, когда я готовила этот выпуск, я прочитала, откуда эти звездочки. У нее был ее ухажер, назовем это так, Крис Браун, который ее бил головой об стену. И, собственно, они сделали парные татуировки. И потом она на него заявила, потом они расстались, обратно воссоединились, она добила эти звездочки. Может быть, это как-то связано, как вот на борту самолета звездочки делают, там, по количеству битья, но кто знает. Но суть в том, что очень огромное количество людей повторяют ее эту татуировку, вообще не зная к чему, не понимая вообще энергетику, да. Все-таки мы, как старые тату-мастера, с тобой знаем, что кто бы что ни говорил, кто бы что в комментариях не писал, но мистика в татуировках есть, и есть некоторый энергетик. Скажи мне, что вообще, почему это говно? Безусловно, и мистика, и многие другие факторы здесь присутствуют, ну, потому что тут, да, тут имеют вопрос и мистики, так называемые. Это можно называть как угодно, но в татуировке этот момент однозначно присутствует. Он присутствовал в ней всегда от самого, собственно, зарождения татуировки как вида. Потому что это всегда были в любых, заметим сразу, татуировки были везде и всегда. У всех племен, по всей планете, просто далеко, к сожалению, не все сохранилось, не дошло до наших дней, поэтому более широких примеров там относительно тех же славян привести просто невозможно. Просто есть несколько обрывков, есть несколько обрывков об этом, не более того. Почему же уриан эта фигня? Вот мы такие все про мистику, про красивое, но чисто технически, чисто по визуальному восприятию, это смотрится как какая-то сыпь, или какие-то родинки, или что-то грязная шея. Ну, почему так получилось? Ну, тут вопрос того, что эта звезда, соответственно, она живет соответственной звездной жизнью. У нее есть стилисты, которые создают ей хороший образ, у нее есть фотографы, которые правильно ее фотографируют, с нужных ракурсов, с нужных позиций и так далее. И когда мы смотрим на таком размере, все выглядит действительно красиво. Не прикопаться. Люди знают свое дело, они знают, что и как нужно сделать, чтобы это все красиво продать. Это бизнес. Но, когда этот человек будет проходить мимо вас на улице, и вы увидите вот это вот, на шее вот этот вот сыпь, вы увидите именно сыпь, вы увидите именно грязь, и вы совершенно не поймете, что там, зачем и почему. Вам будет просто казаться, что человек заморался по пути. Не более, не менее. Нюажечка. А у нее еще есть классная татуировка. Я вообще, когда ее первый раз увидела, я думала, это бумеранг. Но нет, это пистолет. Пистолет вот размером с 2 сантиметра подмышкой. Как ты думаешь, зачем? Зачем она себе его... Вот так вот доставать. Чтобы вот так доставать? Пальчиками пил-пил делай. На самом деле, хочу сказать, что у нее есть очень хорошая татуировка. Ну, как очень хорошая? Ну, хорошо выполненная. Это вот эта Исида под грудью, ну, по сравнению с остальными всеми, вообще не прикопаться. Красивое расположение. Хорошее расположение. Хорошо, как бы, да. Подгадан размер, подгадан место. И самое интересное, что она неплохо выглядит спустя время, потому что она, как бы, дама у нас загорела, я назовем это так. И на таких людях надо делать максимально контрастные татуировки, чтобы они не подплывали и так далее. В общем, что еще из интересного есть у Рианы, для меня это тоже было открытием. Это надпись Tag Life белым цветом на пальце. И очень многие источники пишут, что она ее сверла. Но у меня есть такое ощущение, что она просто, ну, как бы, затянулась кожей. Мы делали выпуск, да, почему татуировки, там, не остаются такими яркими, как после нанесения. Там, как рассказано о том, что сверху образуется кожа, и она просто притупляет цвета. Поэтому вполне возможно, что она ее даже не сводила, а просто она зажила, затянулась обычной кожей, и ее теперь не видно. Друзья мои, у вас у обоих есть надпись Tag Life. Я это знаю. Что? Что, скажите мне, вы сами закладывали, да, вот в этот... То есть все думают, что Tag Life, большинство думают, что это жизнь головореза. Что это на самом деле? Саша, ты должен знать. Для меня это жизнь головореза. На самом деле шучу. Но я делал это, потому что как бы Тупак один из моих любимых реп-исполнителей. Да, эта татуировка была у Тупака на животе. Как бы с того континента, да. И можно сказать, в честь него я ее и сделал. Вот. У него она была. Вообще, это фраза, ну, на русском языке, ненависть, которую вы дарите детям, ебет всех. То есть это аббревиатура? Да. Это аббревиатура, можно посмотреть. По поводу... They hate you give little infant fuck everybody. Да. Так она звучит. Ну, белый цвет, в принципе, у нас вообще не сводится. Поэтому, скорее всего, да. Права, наверное, не свела. Можно на кислоту. В марганцовке. В марганцовке, если. Молочком пробило, загнило и свелось. Ну, тогда, да. Ну, тоже, да. Тогда мы поговорим в видео о выведении. Тогда можно смотреть на близком расстоянии шрама ее. Да, на пальце должны выглядеть просто ужасно. Если это действительно была попытка свистеть, я думаю, это просто, как всегда, немножечко нам перевирают вообще саму суть. Кто у нас еще из знаменитости? Кстати, вот боль всех татуировщиков и еще Скала Джонсон. Двоин Скала Джонсон и роль Джорджа Клуни в фильме «Заката до рассвета». Для татуировщиков форнаментального направления это чертов бич. Почему? Потому что все приходят ровно с желанием сделать просто копии данных татуировок, совершенно не понимая, зачем и почему эти татуировки были сделаны данными персоналами. Ну, «Заката до рассвета» это же только для роли было. Да, если начинать о Джорджа Клуни, то это просто грим для создания красивого образа в кадре. Не больше, не меньше. Ходит, наверное, не знаю, несколько миллионов, если не миллиардов, человек с такой же татуировкой. Сколько их сделал я, сколько их сделали другие мастера, считать даже не приходится. И также со Скалой Джонсоном, как правило, мы тоже уже об этом говорили, что такое ощущение, что когда человек приносит тебе эту фотографию, он думает, что он сейчас делает себе эту татуировку на пол плеча, он автоматически начнет разбухать, разбухать и такой раз, он качок, короче, загорелый, красивый и в рестлинге участвует. Нет, просто все качки просто думают, что если они сделали татуировку, как у Джонсона, они автоматически как бы level up. То есть они и так здоровые, но типа я делаю татуировку, как у Джонсон, и я мега охуенный. Может быть, еще, кстати, это происходит, потому что очень часто люди гуглят так, типа, тату на качке. Ну, то есть, они ищут себе подобных, чтобы они не представляют, как это будет выглядеть на мне. И поэтому у меня была такая история с Бекхэмом. Ко мне приезжал человек из вообще, из другой страны и говорил, я хочу рукав, как у Бекхэма. Я говорю, ты хочешь стиль, как у Бекхэма? Он говорит, нет, я хочу прям точно так же, чтобы было, только вместо Виктории имя моей жены. Я говорю, ну, как бы это же его, какое это послание, там, у него и ангелы, и херуины, у него есть там что-то, нет, мы сейчас это тоже немножечко поговорим. Он мне говорит, ну, у Бекхэма же круто выглядит, значит, и на мне. А если ты мне что-то другое нарисуешь в этой стилистике, это может смотреться не круто. Ну, я его не стала расстраивать, что на Бекхэме это смотрится круто, потому что он Бекхэм, потому что он сам по себе такой весь, ну, Бекхэм, да? Девочки меня поймут. Но, в общем, мне пришлось ему так отказать в жесткой форме. Про Бекхэма есть у меня тоже классная история, у него есть татуировка на спине, это вот, вот, вот это, я не знаю, как это, это тоже одна из самых популярных вообще в мире копируемых татуировок. О да, вот это, это что, как ты считаешь, это голова или это просто кружочек? Что с повязкой? Судя по всему, и знай, начальное изображение, это, да, это образ распятого ангела с опущенной головой, но, в данном случае, видимо, Бекхэм, сделанный совершенно ранее своих этапов в жизни, короче, не совсем понимал, кому и зачем нужно идти, соответственно, результат соответствующий, по слухам, опять же, все один и тот же мастер, может быть, он, мастер растет вместе с Бекхэмом, да, за много лет, возможно, потому что, эта татуировка, это, ну, вы видите, да, вот это вот какая-то мотня, это, видимо, какая-то повязка набедренная, но что-то пошло не так, потому что, по, тот смысл, который вкладывал Бекхэм в эту татуировку, это ангел-хранитель, который хранит его сына Бруклина, обратите внимание, Бруклин, у него написано над хопой. Готик, вообще бомба. Бруклин – это его сын, у меня вопросики. Нюанс. Вот тут еще, может быть, такой момент, с которым тоже не раз сталкивался, это момент того, что многие спортсмены плохо ухаживают за татуировку. А, это моя боль вообще! Это серьезный, отвратительный процесс, да, что далеко не все, ну, у них, понятно, да, он на тот момент был активным действующим футболистом, ему нужно было практически каждый день тренироваться, у него в этом контракте прописано, не мог это пропускать, но момент заживления татуировки, он очень важен для итогового качества татуировки, того, как это будет выглядеть. И, если вы будете сделали татуировку и не будете следовать инструкциям мастеров по заживанию, то, в общем, спина Бекхма вам в пример, что с вами будет. Что с вами будет? И, плохая карма. И плохая карма. А если не ухаживаете, то все. Это очень важно. В общем, хочу, на самом деле, подвести еще с Бекхом, что все его татуировки сделаны в честь его семьи. Он их любит, он последний, одни из последних, это цифра 99, на мизинце, это год, когда он познакомился с Викторией, у него есть ее имя на санскрите, хотя специалисты говорят, что оно написано с ошибкой. У него есть 10 роз в честь государщины их свадьбы, потом там он с какой-то няней, в общем, подмутил, непонятно, подмутил, не подмутил, он потом каялся, забивался. В принципе, у меня есть мои приятели, которые делали то же самое. В общем, Бекхом у нас именно приверженец каких-то семейных, но в том числе религиозных татуировок, потому что у него здесь есть вот эта третья татуировка, это ангел, которого Херуимы, в общем, а, вот Иисус и Херуим, и Херуимы. То есть он себя представляет как Иисуса, которого трое Херуимов вытягивают из могилы. Трое Херуимов это его сыновья. Дочки еще тогда не было, когда он это набивал, но такое, вот что, как бы, человек себя представляет в виде Иисуса. Хотя, может быть, нам врут просто опять газета, может быть, он вообще не это имел. А почему из могилы вытаскивают? Ну, типа, они будут за ним ухаживать, когда он будет старенький. А может, он, типа, приторчал, и они помогли ему выкарабкаться. Любовь к детям спасла его. Вот, видишь, на самом деле, к татуировке можно в любовь приближать. Это правда. Чему угодно можно что-то приближать. Но тут опять-таки вопрос. Ну, это вроде как... Это Бекхэм. Опять-таки, что это личность медийного, не только известный футболист, это человек, который зарабатывал и на рекламе, и на каких-то социальных проектах и так далее. То бишь, соответственно, с ним также работают стилисты. Да. С ним также работают дизайнеры, с ним также работают фотографы. А это дел, серьезно. Да. Если говорить о Виктории, то да, ну, это прима моды. Но она и плохо. Соответственно, она не может позволить своему мужу выглядеть плохо. Мне кажется, если бы не Виктория, он бы все... Ну, был бы таким же, он же первый его фотографий, он такой... Додичек. Ладно, давайте перейдем к самой смешной татуировке, которую я нашла. Это вообще прикол. О, Господи. Бен Афлик. Познакомьтесь, это Бен Афлик и его татуировка во всю спину. Феникс. Знаешь, что самое веселое в этой истории? То, что он утверждает, что это временная татуировка, но она уже с ним там с какого-то 15-го года и папарацци периодически его ловят. И даже появилась такая шутка в интернете, что, типа, когда твоя татуировка настолько стрёмная, что тебе приходится всем врать, что она временная. Ну, типа, она для фильма. Нет ничего более постоянного, чем временная. Чем временная, да. Что идёт не так? Почему они идут и делают какую-то стрёмную татуировку? Вообще непонятно. Ну, то есть, это точно никакой неименитый мастер. Я вам расскажу свою теорию. Те знаменитости, которые были у меня, им надо завтра. Им всё равно, что у тебя запись на 3-4 месяца вперёд, что надо разрабатывать эскиз, что это процесс, что надо подбирать индивидуально. Они такие, типа, сидят, такие, мне для образа надо, короче, сделать феникс во всю спину, я буду мужественным. Они не стараются разобраться в теме. Они просто звонят своему, там, не знаю, мейкаперу. У мейкапера учился вместе с какой-то дядей Петей опять в одной школе мейкапа, а дядя Петя, короче, психанул, начал делать татуировку. В общем, это какое-то неправильное сарафанное радио. Потому что, у которого вообще пофиг, есть знаменитости у него в портфолио? Нет. Ну, то есть, обычно такие самодостаточные мастера, да, у которых есть свой стайлак, им по большому счету они не будут выходить ночью в три часа ночи, чтобы сделать бы наплаку спину. Он скажет, Бен, подожди месяцок, я тебе сделаю крутой эскиз, крутую спину, но тебе придется подождать. Он не хочет ждать, он идет к тому, у кого проще. Кто сам приедет к нему домой, там еще и вообще, ну, понимаете, это какой-то особый сервис, на который не идут мастера именитые, потому что им просто это не нужно. Им не нужна эта дополнительная реклама в виде знаменитостей. Ну, здесь опять-таки вопрос культуры. Не стоит забывать, что они такие же люди, как и все. Это я могу сказать просто по большому факту того, что я сам с многими из них работал. Если человек задался сделать целью, задался целью сделать хорошую татуировку, он найдет время для того, чтобы подыскать себе хорошие. Приоритеты. Если у тебя приоритет сделать просто татуху, чтобы быть крутым, это одно. А если ты закладываешь в нее какой-то, ну, свой глубокий смысл, там, свои какие-то эмоции, тогда ты уж будь любезен. Если ты уважаешь свое тело, то ты потратишь время на то, чтобы подобрать, подобрать, что тебе нужно. Если ты хочешь татуировку, то ты сначала подумай, а что и зачем тебе надо. Не надо спешить, потому что спешка приводит вот к тому, что мы вот сейчас видим. Это плохо выглядит в большинстве случаев. Это очень притянуто за уши по каким-то там эмоциональным моментам какого-то, так скажем, символизма. Продолжение следует...